добрый день дорогие друзья приветствую вас на своем канале светлана обо всем в этом видео я покажу как я буду сажать чеснок в этом году и как я подготавливаю грядку к посадке чеснока в этом году я также как и в том буду сажать чеснок головками мне этот способ понравился головки выросли почти такого размера как и посадка чеснока одним зубком но урожая получается намного больше и место занимает такая посадка также намного меньше но чтобы вырастить таким способом крупные головки необходимо чтобы почва была рыхлая и очень питательная но это и понятно разголовок с одного кустика больше значит и питание необходимо больше и еще один очень важный момент надо брать чеснок чтобы в нем было не более пяти зубчиков можно с двумя четырьмя зубчиками но не более пяти и еще не высаживайте чеснок рано сейчас зимы теплые особенно у нас на юге украины и надо так рассчитать чтобы до заморозков было где-то дней 30 необходимо чтобы он за это время успел хорошо укорениться но не начало расти грядку для посадки чеснока я начала готовить заранее за недели две почва у нас глинистая плотная и мне ее необходимо было как-то быстро разрыхлить я для этого использовала кошачий наполнитель я его не разбрасывала целым по грядке а для более быстрого разрыхления я с него сначала сделала опилки я залила его раствором мочевины это один стакан мочевины на 10 литров воды и готовые уже опилки разбросала по грядке и смешала с почвой так опилки закисляют почву я внесла в грядку золу можно внести еще доломитовую муку кроме того что зола и доломитка являются хорошим раскислителем они являются еще хорошим удобрением так содержит в себе много различных микро и макроэлементов золы необходимо вносить где-то 2 стакана на 1 квадратный метр а еще раньше я внесла сюда суперфосфат это две столовые ложки на 1 квадратный метр и для того чтобы чеснок вырос крупный необходимо в грядку внести какую-либо органику это может быть или перепревший перегной или перепревший компост я думаю что перепревший компост наверное у всех есть мне в этом году привезли перепревший конский перегной я его и внесу вносить необходимо 6 килограмм на 1 квадратный метр а ведро хорошо перепревшего перегноя должно весить как раз 6 килограмм ни в коем случае нельзя вносить грядки для чеснока свежий навоз так что я и внесла одно ведро перепревшего перегноя на 1 квадратный метр и еще один важный вопрос на какую глубину необходимо рыхлить почву вместе с перегноем с опилками орыхлить необходимо грядку на сантиметров 10-15 это зависит от того на какую глубину вы будете сажать чеснок и какого размера у вас зубки или головки северных регионах необходимо сажать чеснок поглубже чтобы он не вымерз толщина заделки почвы в северных районах должна быть где-то сантиметров 10-8 приблизительно это длина указательного пальца а на юге как у нас сантиметров 3-5 и вот надо рассчитать чтобы нижний слой земли не рыхлился то есть должна быть земля снизу рассыпчатая но плотная корням лучше когда снизу твердо и нет воздушных пустот ростку надо легко пробиться к свету поэтому сверху должно быть рыхло тогда и урожай будет хороший после внесения перегноя и золы грядку я взрыхлила на 10 сантиметров хорошо пролила и оставила на две недели вот такая стала пушистая почва через две недели на моей грядке теперь можно и сажать чеснок перед посадкой необходимо перебрать чеснок очистить его от старой шелухи убрать все больные и поврежденные головки или зубки а также убрать кривые и маленькие зубки они также не годятся к посадке также чеснок желательно продезинфицировать хотя многие огородники сажают чеснок осенью без обработки это можно сделать растворе марганцовки раствор должен быть не черный а темно-розовый чеснок выдерживаем 20 минут или в растворе медного купороса берем пол столовой ложки без верха медного купороса на 5 литров воды выдерживаем также 20 минут также чеснок можно выдержать в растворе фитоспорина или гумата это одна чайная ложка на литр воды и выдерживают 15-20 минут многие дезинфицируют чеснок в растворе соли это одна столовая ложка соли на 1 литр воды и выдерживает 20 минут способов обработки чеснока очень много то что выбирайте сами какой вам больше подойдет после замачивания чеснок необходимо немного просушить для чеснока я буду копать лопаткой на сантиметров 8 глубиной так я сажаю чеснок головками то расстояние между лунками должно быть 25-30 сантиметров а если вы сажаете зубками то расстояние между лунками должно быть сантиметров 8-10 чем крупнее зубок тем больше расстояние что можно положить на дно лунки если вы в свои грядки еще суперфосфат не добавляли то на дно в лунку можно положить две-три горошины суперфосфата можно положить жменьку перепревшего компоста или перегноя я в лунку добавлю обыкновенный гумат плюс 7 летом я его развожу и удобряю растения поливом под корень а осенью его можно просто рассыпать по грядкам я по чуть-чуть добавляю в лунки можно взять не гумат плюс 7 а гумат калия любые гуматы улучшает плодородие почвы улучшают ее структуру увеличивает содержание гумуса почве и конечно способствует повышению урожая и надо его совершенно немного до 3 грамм на лунку еще на дно лунки я насыплю песок смешанный с яичной скорлупой яичную скорлупу я измельчила это для чеснока дренажная подстилка это для того чтобы не было застоя воды в лунке чтобы чеснок не загнился при сильных дождях яичная скорлупа делает дно лунки более водопроницаемым а также она является кальцием сверху на песок я обязательно подсыпаю на дно лунки табачную пыль табачная пыль отпугивает и защищает чеснок от почвенных вредителей от их личинок а также от нематод также от вредителей можно добавить лунки гортичный порошок табачную пыль я поверхностно перемешиваю с песком и приступаю к посадке кладу в лунку чеснок плотненько но не вдавливаю чеснок сверху можно присыпать золой я живу на юге херсоне у нас зимы очень теплые поэтому чеснок я свой присыплю всего лишь сантиметров 5 землей если грядка неудобренная то чеснок можно присыпать перепревшим компостом или перепревшим перегноем после просыпки чеснока легко ладони уплотняю лунки чтобы не было воздушных пустот и последнее на грядку между рядками чеснока я посею сидираты горчицу у нас весь ноябрь будет теплый температура будет плюс 17 18 так что горчица успеет вырасти и накроет грядку своей зеленью и это будет хорошее утепление грядки от морозов горчица защитить чеснок от земляных вредителей она своими длинными корнями разрыхлит почву на глубине а также благодаря корням будет хорошая благопропускаемость почвы всем до свидания подписывайтесь на мой канал всем удачи